вот такие звуки на протяжении дня постоянно эти звуки доносятся из-за северского донца из северодонецка работает тяжелая артиллерия работает авиация вот одно из последствий попадания возле рынка и на сегодня вот вы видите рынок полностью выгорел все модули пострадали дмитрий на велосипеде развозит хлеб из гуманитарного штаба по адресам для тех людей кто не может дойти до места выдачи помощи все это делает под регулярными обстрелами ты развозил вот сам на велике сейчас гуманитарную помощь и сколько адресов что развозишь и как часто и не страшно всем страшно сейчас поднимемся выше этажами увидите что полностью вся девятиэтажка выгорела как свеча это собственно квартиры этажами выше мы поднялись на крышу жилого дома отсюда хорошо виден оккупированный российскими войсками областной центр северодонецк спускаясь увидели 84-летнюю елену сергеевну она согласилась показать нам свою квартиру на четвертом этаже три дня назад а горела вот заходите пожалуйста окна нету заходите заходите окна полностью нет это я простыней ребята мне пришли и закрыли на на эти самые навозники но все были люди пожарники и все водой обливали поэтому квартиру языки порядков никакого нет естественно темнота все черные вот зала зала черная бьют бьют я не знаю попадали вот это положили мешки чтоб стекла не попадали но все черные вот видите вся черная все обливали все горело да а я выскочила это я была снимала с этого самого с матраса все гадость что падало двери все сгорело тут даже спать я не знаю а как вы тут спите я в подвале а вы тут не спите да нет но как же можно спать если сюда это самое а соседка вот это была у нас перегородка с соседкой по балкону видите ничего нету когда это все произошло днем до днем это было это было днем я сидела на кухне и ну там то воду пила то кушала а снаряд наверное сюда попал я не знаю откуда такой пожар такое пламя что я выскочила вот и третий этаж горел у нас в этом подъезде со 2 по 9 этаж полностью сгорели квартиры и сейчас под плотным огнем российских военных в городе большая часть жилых домов уничтожена мы сегодня вот все кто здесь присутствует на крыше на квартирах на каждой стояли спасали вот тут часть дома чтоб не сгорела мы поливали водой сами я например сегодня залазила даже на крыше 50 лет здесь впервые побывала на крыше нам главное было спасти вторую часть дома это было самое главное понимаете если здесь можно ничего не могли сделать то надо было спасать под обстрелами будем воду себе носим он тех баклажка 5 литровых у вас техническая техническая а питьевая нет а питьевую мы ходим на родник берем там нас обстреливают эмоционально тяжело физически тяжело фитнес голубой родничок утром а в обед сдаем на пожарника лисичан сегодня единственный город под флагом украины в луганской области россияне уже контролируют часть лисичанского нефтеперерабатывающего завода за него идут сильные бои территория предприятия постоянно горит город пытается штурмовать с опаснянского направления ситуация критическая украинская власть призывает людей эвакуироваться анастасия волкова воспитали информационного марафона freedom телеканала юэй